Всем привет! С вами Евгений Карташов и сайт Фотомонстр. Мы продолжаем обзор светодиодных фонарей фирмы OneLight Pro. Сегодня мы попробуем применить их на практике, то есть поснимаем модель. Напоминаю, что данные фонари дают достаточно жесткий свет, потому что это источник с линзой. И поэтому мы должны будем поставить свет таким образом, чтобы получить, так сказать, киношную картинку, то есть с жестким освещением, ну, наверное, в стиле Голливуда, если это можно так назвать. Сейчас вы можете видеть на моем лице, помощник освещает его с помощью фонаря, как ложится свет при использовании вот такого фонарика. Но для съемки мы еще используем дополнительный заполняющий свет, а полную картину вы сможете увидеть на тех фотографиях, которые у нас получатся при съемке. То есть, по моей команде помощник будет выключать свет, который используется для съемки видео, и останется только свет вот этого фонаря. Сейчас мы пригласим модель в кадр и попробуем поснимать. Сегодня моим помощником будет мой полный тезка Евгений Карташов. Мы снимаем в его студии на Казанской 33, за что ему большое спасибо. Итак, давайте попробуем. Итак, сейчас мы начнем снимать. Напоминаю, что будем снимать с одним источником света. Сейчас помощник включит фонарь. Так как эти фонари являются мобильным источником света, то проще всего приглашать ассистента для того, чтобы иметь возможность сразу увидеть рисунок в кадре. То есть, для мобильности съемки вы можете командовать, куда переставить свет, как лучше будет смотреться светотеневой рисунок, и съемка таким образом пойдет намного быстрее и качественнее. Для того, чтобы было удобно, можно использовать любую стойку для того, чтобы закрепить на ней фонарь. То есть, фонарь крепится на любую стандартную стойку с помощью крепления, входящего в комплект. Итак, давайте попробуем. Сейчас мы выключим свет. То есть, меня в кадре видно не будет, будет слышно только мой голос. Итак, сейчас попробуем. Женя, немножко сюда ближе, чтобы прямо сверху. Вот так. И чуть повыше поднимай. Вот сейчас модель стоит достаточно близко от фона. Как видите, узкий пучок света падает на ее лицо и практически не затрагивает фон. Сейчас можно сделать пучок пошире. Вот мы сейчас зуммировали фонарик. Так, Жень, свети так, чтобы он на фон попадал еще. Вот, вот так, да. Маш, ручки по-другому немного сложи. Так, теперь прямо в камеру посмотри. Отлично. Сейчас мы имеем освещение также и на фоне, но для фона лучше использовать все-таки отдельный источник света. Жень, сейчас чуть сбоку свети, чтобы... Вот так, да. Так, вот так очень хорошо, Маша. Да, хорошо лицо повернуто. В основном при таком жестком свете лучше использовать голливудскую схему. То есть, когда свет идет практически фронтально и под небольшим углом сверху. То есть, под носом должна образоваться тень в форме бабочки. Можно также использовать и другие схемы освещения, но при этом нужно учитывать особенности лица модели. То есть, например, рембрантовский свет при такой схеме освещения может как подчеркнуть достоинство модели, так и наоборот изуродовать ее светом. То есть, нужно уже смотреть по обстоятельствам. Давайте сейчас мы попробуем работать уже с двумя источниками света. Я поставлю вот второй источник, как контровой свет. Маша, сейчас немножко отойди вперед. Я включаю второй источник света. Он будет подсвечивать волосы. Так, Жень, смотри, там может быть его повыше вот так поднять. Вот так хорошо. Я за основу делаю очень жесткий луч, чтобы у нас он не полгал. Сейчас мы подсветим волосы модели с помощью контрового света. Так, еще разок. Сюда смотри, Маша. Отлично. Жень, сейчас на нас посвети. Я делаю пошире. Итак, мы получили практически киношный эффект освещения с небольшой контровой подсветкой с теплым светом. Второй фонарь имеет температуру 2700 кельвин и поэтому дает вот такой интересный эффект. Мы также можем направить его на фон, потому что фон, так как мы использовали узкий пучок света, получился черным. Давайте направим фонарик на фон. Сделаем вот такое пятнышко. Сейчас я посмотрю, как оно выглядит. Так, немножко можно отодвинуться и зумировать. Чуть-чуть поворачиваем. Преимущество постоянного света в том, что мы сразу можем видеть результат съемки. Жень, сейчас свети. О, хорошо. Сейчас мы получили яркий акцент светом на лице модели и подсвеченный теплым светом фон. Можно сделать и наоборот. Например, фон подсветить холодным, а модель более теплым светом. Но при этом баланс белого нужно будет выставить по основному, по рисующему источнику света. То есть, чтобы у нас нейтральный свет давал источник с световой температурой 2700 Кельвин, тогда источник с температурой дневного света, то есть это примерно 5000 Кельвин, будет давать холодное освещение на фоне. Да, я забыл сказать про настройки камеры, которые использовал при съемке. Я фотографировал в приоритете диафрагмы, то есть для того, чтобы не тратить время на настройку экспозиции, потому что расстояние и интенсивность света постоянно меняются, а съемка должна быть мобильной. Я отдал настройки на откуп автоматики фотоаппарата. То есть я выставил авто-ИСО, выставил приоритет диафрагмы, и таким образом у меня всегда будет короткая выдержка, ИСО будет ставиться автоматически, и диафрагма будет фиксирована. И я в большинстве случаев получу очень хорошие кадры, которые практически не требуют доводки в конвертере. В следующем уроке мы попробуем смягчить вот такой жесткий поток света, и будем использовать самодельную фрост-раму. Итак, с вами был Евгений Карташов, второй Евгений Карташов, модель Мария, и я жду вас на следующем уроке.